У ФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и УФСИН в ходе противодействия незаконному обороту средств поражения, недопущение использования их в диверсионно-террористических актах, получена информация о месте хранения огнестрельного оружия, принадлежащего бывшим членам организованного преступного сообщества в городе Саранск. При проведении оперативно-розыскных мероприятий под полом нежилом дачном строении в одном из садоводческих товарищей города Саранска обнаружим тайник, содержащий 13 единиц боевого огнестрельного оружия. Предположительный период организации так называемого схрона 2010-2011 года. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств хранения средств, запрещенных к свободному обороту и возможного их применения ранее. По предварительным данным, изъятые оружие и боеприпасы принадлежат членам организованного преступного сообщества, действовавшего в Саранске в начале 2000-х годов. По результатам проверки и проведенных экспертиз будет принято процессуальное решение. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Еленниковского района, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери 2006 года рождения. По версии следствия, подозреваемый неоднократно совершал эти преступления на протяжении нескольких лет. Но заявление в правоохранительные органы поступило лишь в июне текущего года от мамы девочки, которой та все и рассказала, опасаясь, что подозреваемый может вновь продолжить совершать преступления и в отношении нее и младшей сестры. Подозреваемого задержали. Судом по ходатайству следствия в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он рассказал следователю Следственного комитета об обстоятельствах совершенных преступлений в отношении малолетней дочери. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых во вылечении в занятии проституцией и организации занятий проституцией, в том числе несовершеннолетних. В настоящий момент уголовное дело, возбужденное Следственным управлением Следственного комитета России по республике, направлено в суд для рассмотрения по существу. Как установили полицейские, период с декабря 2018 года подозреваемые путем уговоров психологического воздействия и обещаний быстрого незаконного обогащения привлекли к оказанию платных услуг интимного характера семь девушек, три из которых несовершеннолетние. Среди предполагаемых лидеров группы были распределены обязанности. Каждый занимался своим направлением в решении организационных вопросов. Как правило, услуги интимного характера потерпевшие оказывали в саунах или на квартирах клиентов. В рамках расследования уголовного дела установлено, что для связи и принятия заказов были приобретены мобильные телефоны. В целях конспирации постоянно менялись адреса про заживание девушек. Нередко обвиняемые применяли в отношении потерпевших угрозы и физическое насилие. Кроме того, одному из соучастников следствия предъявлено обвинение в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Принятыми в ходе следствия мерами задолженность в сумме более 48 тысяч рублей мужчина полностью оплатил. За период расследования уголовного дела следователям Следственного комитета был проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий. Назначены психолого-лингвистические экспертизы, криминалистические экспертизы видео и звукозаписей, которые позволили установить все обстоятельства противоправной деятельности обвиняемых. Материал уголовного дела насчитывает 29 томов. Следственным отделом отдела полиции номер 4 у МВД России по городу Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже автомобиля. В мае текущего года в полицию обратился владелец автомобиля Mercedes-Benz E230, который сообщил о краже транспортного средства. Как рассказал заявитель, во время движения у машины спустило колесо. Потерпевший оставил транспортное средство на обочине, а вернувшись через некоторое время, на месте его не обнаружил. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в краже. Молодой человек официально нигде не работает, занимаясь авторазбором. Как установлено в ходе предварительного расследования, проезжая по Лямберскому шоссе, обвиняемый увидел оставленный на обочине автомобиль. В этот момент у него возник умысел на хищение машины. За помощью он обратился к своим знакомым, которых ввел в заблуждение, сообщив, что машина принадлежит ему. Товарищи вызвали эвакуатор, на котором доставили иномарку в гараж обвиняемого, где последний разобрал ее на запчасти, чтобы впоследствии сдать пункт приема металла. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 148 200 рублей. Свою вину обвиняемый не отрицает. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В целях недопущения роста дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений правил дорожного движения 29 и 30 июня на территории Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов проводились оперативно-профилактические мероприятия «Безопасный район». В ходе рейдовых мероприятий патрули активно работали с водителями транспортных средств. Так, инспекторы выявили 66 правонарушений. Из них 10 административных материалов было составлено в отношении водителей мототранспорта. Среди нарушений, выявленных инспекторами ДПС на территории Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов республики, техническая неисправность транспортного средства, тонировка, непристегнутый ремень безопасности, перевозка тидей без использования детских удерживающих устройств, нетрезвых водителей не выявлено. В ходе мероприятия составлено 10 актов о недостатках содержания уличной дорожной сети. Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный район» на территории республики будет продолжено. Будьте внимательны на дорогах. 2 июля в половине второго дня на седьмом километре автодороги сообщением Комсомольске и Отяшево-Тургенево столкнулись два транспортных средства. Автомашина МАН по предварительным данным совершила столкновение с движущейся впереди автомашиной КАМАЗ. Водитель МАНа получил телесные повреждения. По факту данного ДТП проводится проверка. Продолжение следует...